Приветствую вас, давайте попробуем проанализировать ваше поведение относительно молодого человека. Вы все делаете правильным, то есть вы не позволяете ему пользоваться вами, вы требуете от него конкретных поступков, и это говорит о том, что вы знаете, чем вы хотите, говорит о том, что вы достаточно уверены в себе, четко понимаете свои интересы, понимаете, что их нужно защищать, и это очень хорошо. Далее, собственно, проблемы начинаются, когда вы говорите, что мужчина, во-первых, не хочет разводиться с своей женой, с которой у него сложные отношения, и он маму грозит. Вот это два момента, которые являются проблемой для вас. Потому что, первое, его нежелание разводиться с женой, и оправдание, что это очень долго, но это, скажем так, ну, очень обердностное оправдание. На самом деле, он не хочет разводиться с женой, потому что ему всегда нужна база. База для того, чтобы было куда вернуться, база для того, чтобы было где съесть и так далее. И женой у него есть свои устоявшиеся отношения. А вот вы для него представляете интерес. Вы для него как глоток свежего воздуха, вы для него это интрижка, это риск, и он, безусловно, хочет и с вами то есть близость. И именно поэтому он просто от вас секс. Потому что жена пристала его удовлетворять, и хочется чего-то нового. С кем, видимо, попал, он не может это сделать. Ну и вы привлекаете его, видимо, чисто внешне. И, в принципе, его поведение, тут вы разговариваете только о сексе, и что он делает вам разные неприличные предложения, все это, по сути, говорит о том, что ему, в общем-то, нужно только одно. От вас. И что интимная жизнь у него либо полностью отсутствует, либо он не получает того, чего хочет. И в этом случае, в этой ситуации, безусловно, у вас есть все основания полагаются, что он рассматривает вас исключительно как сексуальный объект. В этом нет никаких сомнений. В противном случае он бы интересовался тем, чего вы хотите. В противном случае он бы понимал, что связь с вами при его социальном статусе является для вас унижением. Для него, в принципе, тоже не самым хорошим поступком. Тем не менее, его все это не волнует. Его волнует только-только его интерес. И далее мы переходим к второму моменту. Это угроза. Угроза, знаете ли, вещь такая, очень двоякая, двусмысленная. Во-первых, угрожать начинают тогда, когда другие аргументы заканчиваются. То есть, от безысходности, от отчаяния. Во-вторых, чтобы угрожать, нужно иметь под собой какие-то реальные основания для этого. Если у вас есть серьезные основания для того, чтобы думать, что он может вам что-то сделать, то следует, безусловно, общение с ним прекратить. Потому что, если человек не получит то, что он хочет, он так или иначе будет вам навязываться. Говорить о том, что он маньяк или нет, как вы спрашиваете в своем вопросе, я бы не стал. Потому что маньяк, то есть маниакальный синдром, это одержимость какой-либо идеей и целью, это психическая болезнь, ее нужно диагностировать и делать это через вас, и пугать вас, или наоборот, обоснованно расслаблять, мне бы не хотелось. По поведению кажется, что это просто мужчина, который не любит свою жену и который хочет просто-напросто другую женщину, то есть вас. И по этому обесканию получается, что он просто не терпит отказа. Абсолютно не терпит отказа. И, вы знаете, если он не знает, где вы живете, если вы не говорили ему об этом, то для вас не заставит труда просто прекратить общение с ним и все. И он вас не найдет. Но вы пишите, что вы любите его. И это как бы проблема в некоторой степени. Потому что, видимо, вы надеетесь, что он все-таки свою жену просто разведется с ней. Но, к сожалению, практика показывает, что в большинстве случаев, если мужчины сразу этого не сделали, то уже не сделают. И смотрите, какая получается ситуация. Мужчина женится на женщине, живет с ней, хочет детей, дети не получаются и отношения портятся. То есть, женщина не дала мужчине то, что он хочет, и он ее отолкнул. Вы знаете, довольно тревожный звоночек, если говорить про отношение этого мужчины к женщинам вообще. Он, судя по описанию, вот женщину воспринимает как средство для достижения своих целей. Вот ему нужна была жена, он женился, ему нужен был ребенок, он сказал ребенку. Но она ему не дала ребенка, и он потерял свой интерес. Соответственно, вам можно было задать себе вопрос, а не думаете ли вы, что он поступит с вами так же? Что он может поступить с вами так же? Что, по сути, его привлекает ваша недоступность, ваше упорство. И то, что он, ну вот, жениться, а по приезду вас начал с вами встречаться и общаться, постоянно вам писать, как минимум говорит о том, что мужчина избегает ответственности. Потому что, ну, если облек себя семейными мыслями, если взял на себя обязательства супружеские, ну, будь добр, эти обязательства выполняй. Если не нравится тебе уже супруга, ну, бывает, что поделать. Будь мужественным и признай, что брак не получился. Размелись, не живи дальше. Но он этого не делает. И это, как бы, немножечко намекает на то, что он боится. И не боится чего-то, да? Ну, просто вот такой немного трусливый человек в душе. Это очень хорошо бы объяснило его поведение, хорошо бы объяснило его угрозы, его постоянные намеки вам и так далее. И если это так, то опасаться его не стоит. Просто потому, что его действия никогда не выйдут за рамки слов. Они всегда будут только лишь словами. Потому что мужчина, который одержим идеи, вот тот же маньяк, например, ну, он ради достижения своей цели готов на все. И вы ему условия ставите достаточно осознанно, осязаемые условия. Он на это не идет. Значит, он думает о последствиях для себя. И тут надо сказать, что маньяки о последствиях для себя не думают. Ну, как и любые, в принципе, душевнобольные люди, они не думают об ответствиях. Они просто делают то, на что направлена их идея, направлена их деятельность. Соответственно, мужчина, скорее всего, по описанию, хочет раз только именно секса и не более того. И по сути, это очень эгоистичный человек, который руководствуется только своими собственными желаниями и не более того. На вашем месте я бы его не опасался, а просто поставил бы условия, значит, ему относительно того, что сказать прямо, что вы его любите, что вы хотели быть с ним, но не будете до тех пор, пока он, собственно говоря, женат. И после этого прекратить общение с ним совсем, не общаться, не отвечать на сообщение, не встречаться и так далее. Может быть, это мужчину толкнет на какие-то конкретные поступки относительно вас и относительно своей жизни. Если говорить о вероятности того, что он маньяк, то, ну, эта вероятность тоже маленькая и вы бы гораздо раньше это заметили бы. Есть просто озабоченные люди, вот он озабоченный, допустим, сексом, и все. Ну, это не маньякарность. Это просто озабоченность. Которая может быть, кстати говоря, следствием комплексов, следствием каких-то страхов и так далее. Но это не является опасностью именно для вас. Хотя, безусловно, идя на встречу с мужчиной, которому вы, в принципе, не можете доверять, лучше озаботиться о средствах индивидуальной защиты, благо такие есть и они находятся, в общем-то, в доступе открытом. То есть, на всякий случай, чтобы быть увереннее, чтобы быть спокойнее, всегда держать их под рукой. Что же касается того, что вы пишете, что росли без отца и не понимаете мучку и психологию, то здесь, ну, по вопросу вы, наверное, всем не задавали, но буквально в двух словах скажу вам, что мужчина хочет завоевать с женщинами, добиться ее, обладеть ей. Это истинно мучкое начало, мучкое стремление и это именно то, что хочет сделать мужчине, о котором вы пишете. А, в принципе, очень велика вероятность, что проведя с вами ночь, он потеряет там интерес и уже не будет так активно вас добиваться. Дело в том, что некоторые мужчины и с большей долей вероятности мужчины, которые ведут себя примерно так, как ваш, занимаются таким своего рода коллекционированием женщин, в равной степени, естественно. И связано это коллекционирование с тем, что только с новой, с каждой новой женщиной мужчина ощущает себя мужчиной. А если с какой-то одной он проводит долгое время, то он как бы теряет себя и начинает испытывать неуверенность в себе. Понятно, что корень этого в самооценке, в самоуверенности и так далее, но факт остается фактом. По вашим описаниям этот мужчина именно такой. И поэтому в отношении с мужчинами вообще всегда нужно обращать внимание на то, собственно говоря, чьи интересы он преследует. Ваши или свои. Если он действует в ваших интересах, то на этого мужчину можно рассчитывать и с ним можно что-то построить. Если свои, то, ну, вот как в вашем случае, ничего кроме нервов и негатива у вас, к сожалению, не получится. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok